Игбин Инджрех, давай дружить! Ну ладно! Ну ладно! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами я, ваш верный, стройный, красивый, загорелый, мускулистый, умный, пизда... Во время создания первого ролика у меня были опасения, что история про чешского Попеслава может не всем прийтись по вкусу, ведь вы у меня говноеды. Ведь вы у меня очень привередливые гурманы, которые не будут употреблять, что попало. Да и небольшая фанбаза и продажные обзоры сделали своё дело, вследствие чего игру не особо жаловали. Но как же я был удивлён, прочитав в комментариях, что некоторые люди всё-таки решили пересмотреть своё мнение и даже успели оценить сей шедевр лично. Приятно, когда после наших роликов люди решаются попробовать что-то новое. Все вы помните, чем закончился поход Косипоши в Скалицу. Шмот отобрали, пацана обоссали, да и видос закончился на самом интересном месте. Поэтому не будем особо тянуть и продолжим. Вставай, вставай, соевый шашлык, ты обосрался! А я и не сплю. Приходим в себя от недавно пережитого кошмара, и первое, что мы видим перед собой, милая личика Терезы, что недавно спасла нас от бандитов. В кои-то веки Кембертыч Жрих просыпается от мурлыканьи милой девушки, а не от батиного кирзача в рожу. А жизнь-то налаживается. Из разговора с деревенской леди узнаём, что мы находимся на мельнице вратаи у её милого дядюшки, который заботливо решил нас приютить, нет, на время нашей болезни. После непродолжительного разговора снова проваливаемся в сон, и теперь просыпаемся лишь через пару дней. И снова нас будет Тереза. Вставай! Ааа! На данный момент состояние у Чехослава уже стабильное, и как бы хватит валяться, ты, короче, задолжал аптекарю уже вагон и целую тележку грош, и поднимай свою жопу и иди работать! Не хотя встаём с койки, забираем наш скарб и двигаем к мельнику. Благодарим Седова за заботу и спрашиваем у него нет ли какой работёнки, а то должок сам себя не выплатит. Мельник подмечает, что мы тот ещё Васян, и на раскопках навоза далеко не уедем, поэтому предлагает одно дельце – раскопать некую могилку и забрать кольцо с трупа. Услышав такое гнусное предложение, Косипоша перекрещивается, ведь это грех, харам и вообще ужасное дело, он ведь честный и совсем не такой. Простите, господин стражник, но ваши доспехи мне нужны, чтобы наказать плохих людей. Как вы могли догадаться, мы соглашаемся, так как, а почему бы и нет? Забираем лопату и идём к хате местного палача, так как нужный трупик закопан где-то там. Какая же здесь красивая природа. Так и охота сжать себе яйца и голосом Дриады заорать. Ах, как я люблю природу. Неподалёку от виселицы находим могилку средней свежести и приступаем к мародёрству. Как оказалось, труп уже обобрали, и кольца на нём нет. Чёрт! И тут один вариант. Идти к единственному потенциальному обладателю данной безделушки. К палачу. Пробираемся на частную территорию висельника и методом тыка пытаемся найти сундук с добром. Вообще по сюжету нужно подойти к мужику и перетереть с ним этот вопрос, а потом втридрога выкупить эту польскую бижутерию. Но я же парень непростой. Эй, душегуб! Пошёл нах... Взламываю сундук и осознаю, что это кольцо просто кусок медной залюпы и не имеет ценности. Чёрт! 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 Двигаем к пшеку с этой сомнительной добычей. Мельник рад, что мы не побоялись ручки замарать и теперь отправляет нас с этим кольцом к другому мельнику в кухелицу. Но хей-хей-хей, это может подождать. Самое главное, что теперь весь краденый товар, который не купят торговцы, мы можем продавать мельнику по вполне адекватной цене. Так что теперь можно дядю Терезы ласково называть барыга. Неченый! Неченый! А ещё мы обязательно берём у мельника урок по карманным кражам. Механика проста до безобразия. В позе горного орла подкрадываемся к пациенту и лезем ему рукой в просак. Швуршим там, а затем осторожно вытаскиваем найденные ценности. Ну, теперь можно отдохнуть, а затем идти в Ратая. На входе нас останавливает стражник, жопа с кожаной бумажник. Включаем всё своё обаяние и требуем пустить нас к пану кобыля. Хороший шмот и чистое лицо делают своё дело и нас впускают внутрь. Хочу заметить, что Ратая выглядит аппетитно. Тут есть чем заняться и квестов хоть попы жуй, которые мы будем плавно размазывать по нашим роликам. Например, в данной части нашей истории мы будем участвовать в местных кулачных боях. Наиболее важным гладиатором в окрестностях Ратая является Макал, который похож на слегка забухавшего 40-летнего Линка. Мы можем вызвать его на бой, но для начала нам нужно заиметь неплохую репутацию путём ломания копчиков другим менее важным бойцам, которые по воле случая являются беженцами из Калицы. Первого бойца кличат кудряшкой, видимо за слишком вьющийся волос на лобке. Булдыга, как и все беженцы, живёт в нищете, в отличие от нас, а посему к нам он относится слегка предвзятый и требует деньгу за драку с ним. В конечном счёте, хоть и не без усилий, я его удурфикнул. Упал он красиво, грациозно и прыгдолу, хоть три десятки ставь. На данный момент каждый бой даётся нам с трудом, ввиду не особо сильного прокачивания атрибута силы. Для этого мы и дерёмся. Битвы делают нас стронгер, и скоро мы станем достаточно сильны, чтобы убивать гадких людей с одного удара. Следующий бой с бородачом по имени Штепан дался нам чуть легче, и после очередного удара бедняга отправился в царство Морфея. С потрёпанным пятачком приходим к Макалу и заявляем, что готовы к бою. Этот эльф-алкоголик соглашается и внезапно радуется тому, как он хорошо поднялся на избиениях наших соплеменников. Поднял бабла! Мы, недовольные подобным заявлением, с радостью крошим островухому его харю, обираем, раздеваем, а затем кидаем воду. Потому что никто не смеет обижать моих товарищей по несчастью, кроме меня. На радостях я решил зайти в гости к семье живущих недалеко от мельницы, чтобы поделиться своим счастьем, но мир жесток, и они не приняли наивного беднягу Инджриха. А ведь мы могли стать друзьями. Мы могли вместе завтракать, мыться, смотреть зачарованных и сидеть в рот фанатам российского техноблогинга. Следующей ночью наведаемся в гости к другой семье. Я уже заранее знал, что они не прогрессивные личности, а посему избавил их от бытия узколобых дебилов. Кто-то может сказать, бабай, убивать людей в играх, а затем показывать нам не весело и не смешно. На что я скажу, ты не прав. Хочу подметить, что убиваю я этих людей не просто так. Дело в том, что все они не подписаны на мой канал на Твиче, и не смотрят мои убогие стримы, где я плейю разные геймс и просто страдаю всякой херней. Ссылка будет под роликом, так что сами понимаете, а если не понимаете, то к вам придет Инджрбршдых. Я не перестаю восхищаться прогрессивным городом Ротая. Мы тут можем найти аптекаря, который продает кучу разнообразных зелий. Это, кстати, именно он лечил нас, пока мы лежали в глубокой, как сюжет первого Devil May Cry, коме. Зовут его, кстати, Коняш, что очень смешно и забавно, ведь это имя очень похоже на слово Говняш. То есть, по твоему мнению, потный, вонючий, избитый колхозник является эталоном, пышущего здоровьем человека? Ты чё, свой диплом врача получил в Томском медицинском? У этого мастера прыщей и гонореи я закупаюсь напитками на все случаи жизни. Тут у него и живая вода, и зелье петушок, и даже есть зелье сыч. Слегка ядовитая субстанция расширяет ваши зрачки, улучшая ваше зрение в темноте на 10 минут. То есть, те додики в подъезде, что валяются с расширенными зрачками, пеной у рта, говном и жопой, это люди, бахнувшие из сыча? Фух! А я уж думал, что это нищие школьники, которым не хватило денег на нормальную наркоту, и поэтому они бахают газ из зажигалок. А тем временем, украинские дети чисты и здоровы уже который год. ПИВКА! Теперь, думаю, пора бы дойти до пана Кобылы. По пути встречаем Яника с Ярославом, а затем поднимаемся наверх к сливкам общества. Внутри панове сидят и обсуждают, в какой же глубокой жопе они все оказались, и что жизнь вообще не налаживается. Но политика нас не интересует, ведь Инджрих – центрист-тугадум, поэтому он врывается, как слон, в посудную лавку, чтобы разбавить этот пустой треп и влезть не в свое дело. ПИВКА! Обещаем пану Рацугу вернуть его меч, но прежде добрый господин велит нам обзавестись оружием, конем, да и научиться член в руках держать. Ставь плюс в чат, если тоже так и не научился держать свой писюн правильно. Просим пана взять нас к себе на службу, из-за чего некоторые свидетели беседы недовольны. Якобы мы ничего не можем, мы же крестьянин, да еще и трус, которого спасла баба. Пан берет нас служить, с условием, что мы его не разочаруем, и предлагает Ганушу взять Индро оруженосцем, чтобы тот набрался опыта и мозгов. Теперь нас отдают под крыло сотника Бернарда для обучения. Для начала хочу сказать, что Бернард мужик, что надо. Он тренирует нас с самых азов и даже обучает всяким приемчикам. Отныне и впредь мы можем подходить к нему попрактиковаться или обучиться новым комбухам. Во время тренинг нам наведывается мелкий мажор по имени Ян Птачек. Писюн отвалился от болячек и говорит, что он идет трениться стрельбе из лука. И меж словом подначивает нас, явно намекая, что в его глазах мы писи с глазками. Гуден таг, зон дэс шмейц. Ту ди ничт ве. Конечно, попервой может показаться, что это очередной мерзкий выпердаж, которого мы будем ненавидеть, а возможно убьем, но все же попрошу вас быть более снисходительными к нему. Ведь он хоть СВЧ-дебил, но все же свой дебил. А в будущем очень даже френдли дебил. После этого мы еще немного практикуемся сотником, а затем идем учиться стрелять из лука, где этот самый птенчик предлагает нам сразиться в стрелковом состязании, где я, ну, как бы это сказать, обоссал его. Правда, он потом попросил отыграться в бою на мячах, где уже он меня обоссал. Мы снисходим. Я, как я, я, и ты, и ты, и ты, по итогу у нас ничья, а сотнику настолько настопиздышило ждать, пока мы тут разберемся, что он учапал спать. Так что забиваем пока что на все это болт и следуем примеру сотника. на следующий день с утра пораньше я решил выйти в лес собрать грибочков, прежде чем являться к сотнику. Грибы-то я собрал, но дальше меня ожидало кое-что интересное. Сейчас мы с вами можем наблюдать главных представителей средневековой деревенской фауны разбойников негодяев. Две милые животинки сидят и ждут, когда по дороге пройдет очередная жертва, которую они смогут убить, ограбить, а возможно и трахнуть. И по такому случаю я проведу вам краткий экскурс, как правильно охотиться на подобных приматов. Для начала шмальните из лука в их сторону. Вам не обязательно попадать, главное заинтересовать их, привлечь внимание, триггернуть, так сказать. Теперь, когда разбоймахеры ехидно бегут на вас, ваша задача снова натянуть тетиву и уже стрелять на поражение. Как вы можете заметить, мой первый привлекающий выстрел попал одному в шею, а второй случайно поцарапал усача летально, из-за чего он принял позу свернувшейся гусенички. Следующим этапом является драка на мечах. Мы можем с вами увидеть, что наша добыча одета как casual черт, поэтому мы его быстро дрючим, а затем добиваем. Также советую вам обратить внимание на наше профессиональное одеяние шаолиньского колхозника. Благодаря нему все наши противники считают нас анимешником и поэтому боятся еще сильнее. Отбираем тушки врагов и заканчиваем наше богемское сафари, которое по уровню хореографии ничуть не уступает бизарным приключениям Жожо. Кстати, помните, как во время драки пробежал какой-то мужик? Судя по всему, работяга рассказал об этом происшествии ментам, потому что на обратном пути мне встретился стражник, бежавший в сторону места драки, а за ним следовал рихторж. Начальник у нас тут труп возможно не заолутанный по коням. После таких замечательных приключений надо бы наведаться уже к нашему замечательному и любимому сотнику. Бернард говорит, что рад насчет вчерашней ничьей между инжиром и Яном Петучиком, а также что нам пора бы наведаться к рихторжу. Местный чиновник дает нам задание уладить конфликты местных жителей Ротаи и беженцев из Калицы, а также ставит нас патруль с Керославом, местным стражником по кличке Соловей, который должен будет нас обучить следить за порядком, а заодно и город показать. Но перед этим нам нужно наведаться в ружейную и получить снаряжение. Интересуемся также, где можно научиться читать, на что нас отправляют к писарю в ужасе, куда нам стоит непременно заглянуть. В этот момент Батруш Динрих понял, что знание сила и украл у депутата все книги из сундука. Получив новые доспехи, встречаемся с Соловьем, идем с ним на патруль, решаем пару конфликтов между местными и беженцами, выгоняем стражника из Корчмы и остаемся там с Яриком до вечера, играя в кости на интерес. К слову, Инжрих проиграл. С наступлением сумерек нам дают приказ отзвонить в колокол на площади и проверить, что Корчма закрылась. Позвонив колокол, дуем в Корчму и наблюдаем там вот такую картину. Местный Хэр Тачик сидит мирно и травит байки под пивко. Инжрих, как верная рука закона, напоминает мальцу, что время позднее и пора сворачивать лавочку, но не тут-то было. Видимо, и пиво, и моча ударили в голову пану, из-за чего он решил показать, что тут закон и порядок лишь он и слушать какого-то крестьянина не намерен. Поэтому давайте-ка ему силы докажем, кто тут прав, а кто Петуч Мажорный. В это время прибегает пан Гануш, опекун Птачика и начинает всем развешивать люлей. Индра, за то, что поднял руку на пану, Яну, за то, что якшается с подданными и не выполняет свою обязанность, за это он хочет заставить паренька присутствовать с ним на судебных тяжбах, чтобы поучиться уму и разуму, но своевольный пан хочет съездить на охоту. Гануш желает поручить Птачика, поэтому отпускает его, но велит взять с собой Инджриха на подсосочах. Мелкий недоволен, но делать нечего. А мы, в свою очередь, уставшие от этого дня, идем спать. На утро просыпаемся, собираемся и занимаемся прочими подготовками. Для начала я снова выхожу на освежающую прогулку по лесу, где заполняю свой желудок просроченным хлебом, ловлю отравление и убиваю странника, потому что зачем ходишь один по тропинкам, сам виноват. А еще я очень обожаю здешнюю рутину, потому что тут хотя бы как-то отображаются твои старания. Если бы в реальной жизни мне за мытье посуды давали ачивки, то хер бы вы меня от умывальника оттащили. В РДР2 нас заставляли чистить оружие, а тут нам надо его чинить, иначе в определенный момент битвы вместо порезов мечом будете наносить ушибы. И тут главное смотреть, есть ли искры во время точки, так как это показатель того, что все идет хорошо, а вот если идет дым, то это показатель того, что вы чмо криворукая. Встречаемся с Яном и выдвигаемся на охоту. В пути невольно завязывается разговор, где парни извиняются друг перед другом и приходят к выводу, что они оба не очень умные молодые люди. Добираемся до лагеря, обедаем вкусняшками и снова беседуем с паном. Ян говорит нам, что охота это лишь предлог, дабы сбежать от пана Гануша, с упреками, нотациями и требованиями следовать своим обязанностям. Тут мы и можем понять, что птачик хоть и выпендрежный мажор, но он такой же сына сычина, как и любой подписчик нашего канала. Давайте подписывайтесь, нам 200к надо добить, иначе мне больше не будут приходить деньги свыше, и мой проект по отуплению и деградации российской молодежи закроют. Мы ложимся спать до утра, а со сранье готовимся к охоте. Хрюк и ржих, как типичный колхозник казинак, не следит за языком и тригерит барина. В итоге нас ввязывают в спор, кто больше наубивает краликов до полудня. Поначалу мне было немного муторно стрелять по длинноухим, так как я криворутич, который привык наугад по людям стрелять. Но спустя несколько удачных шотов я все-таки приноровился и геноцид пожилых кролей мне удался на ура. После удачной охоты встречаемся с паном в лагере и показываем ему наш хабар. Но так уж вышло, что птачик на кроликах останавливаться не собирается и мы выдвигаемся дальше для охоты на добычу покрупнее и выходим на след кабанов. Правда тут Ян показывает, что он тоже в своем роде косипоши. короче, сами смотрите. Весту им с файлом леген? Да, да. Почему еще не ? как вы могли заметить, птачик слабоумный, контуженный, вася, но тугадум чистой воды. Какой смысл от дорогой одежды и панского статуса, если ты умом не отличаешься от обычного деревенского интро? В итоге Ян садится на лошадь и выезжает за кабаном, оставляя нас одного. Отлично, но и где мне его теперь искать? Бежим по лесу, как ошалел и крича «Хозяин! Хозяин!» Убиваем странника, чтобы жизнь медом не казалась и понимаем, что пан помимо атрофированного мозга еще имеет достаточно низкую удачу, ведь мы видим, что он попал в плен к половцам. Чманизи, сосо перловая, маркиз де генерат. Теперь мне снова придется врубать свою боевую форму Жожо Хореограф. Так, слушайте сейчас меня внимательно. Главное выстрелить в первую очередь вот в этого дебила, который там сидит. Все, отлично, мы попали. У нас не добежали, еще стреляем. Хоп, все, 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 ему, ему хана, смотрите, смотрите, хоп, все, он умер, отлично. Остался второй, тот подбирает оружие, болен, промазал, тихо, 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 ну-ка, 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 на, все, так, минус лицо, так, так, еще, еще, целимся, нет, все, так, все бесполезно, так, мантим, мантим, у него лук, у него лук, сейчас, сейчас он шмальнет, сейчас он шмальнет, подождите, 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 все, отлично, бежим, 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 пока он натягивает, давай, на, 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 да, сбоку, по ребрам, на, умри, все, да, все добили, отлично, поздравляю, вот так и надо драться с половцами. Лутаем лагерь, в поисках ценностей, освобождаем пана, и слушаем искрометные диалоги этих двух, косипож. Колхозный стендапер-дебил. Нет, забираю свои слова, ты просто дебил. Привозим птачка на своей спине врата, и отправляемся к Ганушу. Тот нас сердечно благодарит за спасение пленошам, пан Рацик очень удивлен нашей смелостью и отвагой, за что принимает нас к себе на службу. В честь таких хороших новостей мужчина в расцвете сил предлагает трахнуть по маленькой. Вдруг в зал врывается сотник с ужасной вестью. Из Нойхофа прибыл конюх, который поведал, что на конюшню утром напали и чуть ли не вырезали все поселение. В числе убитых оказался и вассал пана Гануша, некий пан Смил. Бородач в гневе требует найти виновных и покарать их анально. И тут в разговор вмешивается интер ну, само собой, куда же без него. Он предполагает, что разбойник, совершивший такие ужасы на конюшне, тот же человек, что забрал меч Рацико, поэтому просит отправиться вместе с сотником за головой неверного. В качестве награды за спасение Яна пан дает нам лошадь, на которой мы сможем отправиться в Нойхо вместе с Бернардом. А мы, в свою очередь, заканчиваем эту серию приключений маньяка-неудачника, дорогие мои друзья. Не забудьте поставить лайк под этим видео. В прошлый раз вы набрали 29 тысяч, и благодаря этому я замотивировался и даже не пинал балду вместо создания ролика. Если вы так же постараетесь и в этот раз, то, возможно, следующий ролик будет такой же говеный, трясней с убогими шутками про темы, в которых я ничего не понимаю. Да и думаю, вы тоже. А на сегодня все, мои дорогие друзья. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин